МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости Дагестана, в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главных темах. Безопасные и качественные дороги в Махачкале завершили укладку асфальта на улице Примахова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Из прошлого в будущее презентация книги о древнем ауле Карата прошла в Национальной библиотеке. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Яблоки везде. Об итоговой выставке «Культурный штурм», посвященной аулу Ахты, расскажут наши корреспонденты. В Ленинском районе Махачкалы в торжественной обстановке открыли дорогу на улице имени Евгения Примакова. Ремонтные работы осуществлены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объем финансирования превысил 65 миллионов рублей. Протяженность дороги составляет 3 километра. На улице уложено двухслойное асфальтовое покрытие, установлены ливневки, бордюры, проведена дорожная разметка. Мэр столицы Салман Дадаев сам сел за руль грузовика и проверил готовность улицы к нагрузкам. Добавим, новая дорога поможет разгрузить такие загруженные транспортные артерии города, как проспекты Гамидова и Шамиля. На 95-м году жизни скончался генерал-майор в отставке Амар Муртузалиев. Почти 50 лет он прослужил в органах безопасности, прошел службу в Афганистане, принимал самое активное участие в освобождении советских солдат. Генерал проводил большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Основанный и руководимый им отряд краеведов-следопытов, участниками которого стали школьники, внес неоценимый вклад в поиски советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. За героизм и проявленное мужество генерал-майор Муртузалиев был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом «Знак почета» и другими наградами. «Карата. Из прошлого в будущее». Книгу с таким названием презентовали накануне Национальной библиотеки имени Расула Гамзатова. Это издание – своеобразный памятник каратинскому народу, отражение всех сторон жизни жителей аула, начиная с далекой древности и до современности. Подробнее расскажет Патимат Ханапова. «Энциклопедия каратинского народа» – так уже обозначают историки эту книгу. Над ней, как и над любой научной работой, трудились годами. В этом издании исследуются практически все сферы жизни жителей аула. Язык, религия, литература, история и даже общественно-политическая составляющая. Мне очень понравилось, что книга изобиливает материал по отдельным людям. Персональная история получается каждого человека, каждого тухума. А это более интересно для людей. Следования в книге основаны на устных преданиях и на письменных документах, дошедших до нас. Работы над ним проходили под руководством заслуженного работника Дагестана Алигазиява Алигазиева. По его словам, издание – продукт не одного человека, а целого народа. Ведь вклад в его создание внес каждый, кто мог чем-то быть полезен. Конечно, очень приятно приветствовать вас в этом зале по случаю презентации этого нашего скромного труда. Мне, конечно, доставляет большое удовольствие рассказать о тех людях, которые помогли мне в этом деле. И подчеркнули, что это настоящая каратинская книга не Алигазиева, не Алигазиева, а каратинского народа книг. Издание богато иллюстрациями. Рассчитано не только на каратинцевы, жителей Ахвахского района. Это хорошая находка и для широкого круга читателей. Для тех, кто интересуется историей, этнографией и культурой отдельных сел республики. Это достаточно знаменательное событие для нас, потому что в этой книге раскрыто достаточно интересно, досконально раскрыто суть и вся жизнь каратинского общества, которое было, хочется сказать огромное спасибо Алигазиеву Адуллаевичу за этот тяжелый труд, за то, что в истории каратинского общества, каратинского вольного общества он оставил свой достойный хороший след. Историки отмечают, что подобная представительная книга должна быть у каждого села Дагестана. Так многие события исторического прошлого останутся в памяти народа. Патимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Экопункт по приему вторсырья открыли в Дзербенте. Теперь жители города смогут сдавать отсортированные отходы и получать за это деньги. Принимают использованное стекло, бумагу и пластик. Установлен пункт по адресу Саида Габиева, 22. Перед открытием возле пункта образовалась очередь из желающих сдать мусор. Школьники и их родители принесли целые пакеты бутылок, алюминиевых банок, старых тетрадей и журналов, которые впоследствии будут переработаны. Один из самых известных аулов Дагестана, Ахты, славится тысячелетней историей, горячими источниками, древними строениями и пышными яблоневыми садами. Так, в культурно-выставочном центре Национального музея имени Тахо Годи открылась итоговая выставка по арт-резиденции «Культ Санштурм-2» с говорящим названием «Ахтынские яблоки». Продолжение темы сюжет Алины Багиловой. Авторы, как всегда, придумали нечто новое и интересное. И вот эти арт-резиденции – это, конечно же, такие живые творческие лаборатории, которые, как мы уже слышали, охватят практически все уголки нашей республики. Аромат яблок – невероятные художники проекта вдохновились октябрьской порой в Ахтах. В своих работах они с потрясающей точностью смогли передать атмосферу яблоневых роч. «Формак у этой идеи такой. Мы выезжаем с художниками, определенное количество художников, выезжаем на место, смотрим, изучаем, постигаем какие-то секреты, знакомимся с местностью, с людьми, знакомимся с этим брендом. Затем мы возвращаемся домой, художники создают работы, вдохновившись этими темами. И потом мы делаем выставку, а работы эти дарятся музею». Яблоки повсюду – на подносах, в витринах, на стенах, возвышаются башни и, конечно, в руках гостей выставки. Организаторы выбирают местность по культурному наследию, выезжают с группы художников на место, изучают особенности района, погружаются в атмосферу, пишут картины, которые потом дарят музею. «Это поездка, огромное удовольствие, куча всего нового, куча впечатлений, ну и, конечно, нужно было создать работу. Яблоки – это же первоисточник, да, это начало вообще человечества, это библейский сюжет, это сакральный смысл. К тому же есть еще и яблоко Ньютона, это как плод познания, да, плод, который толкает в верах, да». Первым пунктом творческого знакомства стало традиционное выращивание и сбор яблок в селении Ахты, которое проходит каждые два года. Понятие «ахтынские яблоки» стало брендом всего Дагестана. «Цель данного проекта является возобновление садоводов, которые пострадали после перестройки, заметно пострадали, стимулирование производителей, обмен опытом садоводов. Главное, чтобы люди знали, что это продукция высокого качества, что «ахтынские яблоки», которые, яблоки «ахтынские» вообще-то являются уникальными». Еще в начале 20-х годов прошлого века художники, музыканты, поэты собирались в группы и отправлялись в горы. Там они собирали этнографический материал, делали зарисовки, обучали местных жителей, то есть происходил взаимный культурный обмен. И вот спустя без малого сто лет эта традиция возобновляется. Алина Багилова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ «Махачкала». Это все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. Удачных выходных, всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин